Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «День» в студии Алины Мухина. В начале выпуска о главных его темах. Мытищинцы готовятся к 6-й ассамблее народов в Подмосковье. Подведены итоги районного экологического фестиваля «Весна в Мытище» в 2013. В городском парке прошла спартакиада среди многодетных семей. Об этом и многом другом в материалах наших корреспондентов. Город-побратим Мытищинского района Габрово – признанная столицей юмора. Там любят посмеяться как над другими, так и над собой. А один раз в год в празднование Дня города улицы и площади заполняет красочное шествие – карнавал. Принять участие в нем может каждый. Главное – не забыть дома маскарадный костюм и, конечно, чувство юмора. В атмосферу всеобщего веселья по-болгарски окунулась Елена Архипова. В болгарском городе Габрово завершился чемпионат мира по жадности. Золотые, серебряные и бронзовые медали было решено никому не вручать. Вот такие шутки здесь звучат на каждом шагу. И главный герой анекдотов – сами горожане, предстающие карикатурно скупыми и расчетливыми. Высмеивать национальные черты и недостатки характера тут святое дело. Как говорят, именно габровцы придумали узкие брюки и короткие юбки, спичечные коробки, намазанные серой только с одной стороны, самые мелкие монетки. Именно они ночью останавливают часы, чтобы не стирался их механизм. Здесь смех возведен в культ, поэтому самым главным зданием в Габрово является не мэрия, не какой-нибудь архитектурный изыск, а дом юмора и сатиры, единственный в мире. В прошлом году он отметил свое 40-летие. Основан, конечно же, 1 апреля. Этот своеобразный дворец смеха довольно большой – 8 тысяч квадратных метров, 10 залов. И работы представляют не только болгарские дворцы. Здесь свое чувство юмора демонстрируют 153 страны мира. Дворец успешно объединяет черты музея и оживленные галереи. Его еще называют «Лубром смеха» – штаб-квартирой габровского юмора. Здесь собрана огромная коллекция карикатур, комиксов, скульптуры, фотографий, карнавальных масок и костюмов со всего света. Самый популярный экспонат – бесхвостый кот в самых различных интерпретациях. Именно он является символом города, опять же подчеркивающий пресловутую габровскую скупость. Ведь без хвоста кот быстрее заходит в дом, сохраняя тепло. Говорят, что если вывозить сюда монетку, то этот кот обеспечит счастье на всю жизнь. Я, конечно же, этим воспользуюсь. Главный девиз дома сатиры – «Мир уцелел, потому что смеяться умел». Но если на нашей планете все-таки с юмором станет совсем туго, жителям Габрова есть куда эвакуироваться. На одноименной струид, открытый 1 апреля 1976 года. Копия почетного свидетельства также представлена в музее. Но пока переезд габровцам не грозит. Они тщательно поддерживают статус столицы смеха. Так ежегодной кульминацией праздничных торжеств ко дню города становится карнавал юмора. Он проводится уже более 80 лет. Но с каждым разом шутки становятся все острее, а костюмы интереснее. В карнавале принимают участие тысячи людей. Пестрая колонна из ряженых музыкантов, разукрашенных повозок и платформ гордо движется по центральным улицам. При таком ярком, красочном шоу без карнавального костюма чувствуешь себя белой вороной. Но быть просто зрителем здесь абсолютно не хочется. Поэтому и вперед к новым впечатлениям. Интересно, что здесь не боятся критиковать власть, смеяться над ее промахами. Специально для карнавала изготавливают гигантские куклы в разных образах, прототипами которых являются первые лица города и общины. Уж не знаю, какова была бы реакция на подобное у наших правителей. Но сотрудники Габровского муниципалитета не только на это не обижаются, но и все как один активно участвуют в карнавале. Вот, например, приемная кмета главы города за час до начала шествия. Вместо секретаря она встречает мамушка из унесенных ветром. А в кабинете руководителя идет тщательный процесс ее превращения в Скарлетт-Ухару. Результат жителям понравился. Таню Христову встречали бурными овациями, которые не смолкали во время традиционного обряда карнавала – отрезание хвоста габровскому коту. Поговорить с кметом нам удалось уже к вечеру. Скарлетт-Ухара любила говорить, я подумаю об этом завтра. Какие мысли завтра у вас будут? Самое важное, что всегда будет завтра, и оно будет лучше, чем вчера. А такой веселый карнавал надолго зарядил энергией всех нас. Девиз карнавала этого года – шоу должно продолжаться. И нет сомнения, что будет именно так. В мире должны быть места, где главным достоинством является чувство юмора. А так как столица смеха – мытищенский город по-братим, то и нам скучно уж точно не будет. Елена Архипова. Специально для программы «День». Габрово. Болгария. 12 июня на мытищенской земле пройдет 6-я ассамблея народов в Подмосковье. В районной администрации по этому поводу собрались начальники структур, ответственных за проведение мероприятия. С афишей масштабного праздника познакомилась Татьяна Захарова. Ассамблея народов в Подмосковье в Мытищенском районе пройдет второй раз подряд. В этом году в мероприятии примут участие 40 делегаций из 10 городских округов, 18 районов и 12 национально-культурных автономий, действующих на территории Московской области. Национально-культурно-автономия Татар, белорусов, мордвы, азербайджанцев, евреев, немцев, корейцев, украинцев, отдельское казачье общество, Конгресс молдавских диаспор, Союз Армян России, Союз Грузин России. То есть 12 национально-культурных автономий, которые проживают на территории Московской области, это достаточно серьезное количество. На участие в ассамблее уже подали заявки 33 творческих коллектива и 45 спортивных команд. Предполагается, что общее количество участников превысит 1200 человек. Это больше, чем в прошлом году. На совещании был озвучен план проведения шестой ассамблеи народов в Подмосковье. Праздник начнется в 10 утра, закончится в 6 вечера. Начальникам соответствующих структур районной и городской администрации были поставлены задачи по обеспечению проведения мероприятия. Начальник районного управления культуры Игорь Шиповалов представил коллегам сценарий проведения шестой ассамблеи. По задумке, главное шоу пройдет на площади около районной администрации. Солисты танцевальных коллективов, вот этих делегаций, допустим, татарской национальной, азербайджанской, выходят в центр, а центр у нас свободный, и дают сольные программы. То есть, допустим, если пошла мелодия с ритмикой и с гибки, то люди просто делают какое-то, так сказать, общее движение, а вот эти выходят, и они уже жгут на полную катушку, если так можно выразиться. Участники ассамблеи пройдут по улице Мира от площади до районного дворца культуры Яуза. Там праздник продолжится. Гостей мытищинцев ждут концерт, мастер-классы национальных промыслов, национальная кухня. В самом дворце пройдет показ мод. А в картины галерей в этот день откроется художественная выставка. Своего рода самопрезентация национально-культурных автономий. В парке запланированы спортивные мероприятия. Татьяна Захарова, Олег Степанов, информационная программа «День». Подведены итоги 19-го районного экологического фестиваля «Весна в мытищах-2013». Более сотни школьников района получили награды за свои экологические проекты. А их год от года становится все больше. В малом зале районного дворца культуры Яуза собрались единомышленники. В течение всего года воспитанники школьных экологических кружков и клуба «Экоглаз» принимали участие в мероприятиях, посвященных природе и экологии. Ребята создавали интересные проекты в защиту флоры и фауны, проводили праздники и викторины на экологические темы «Защитим зеленого друга», «Зимующие перелетные птицы», «Реки, озера» и «Тичинского района». Большинство школ района делегируют на фестиваль своих лучших учеников. Эти дети знают об экологии побольше, чем многие взрослые, да и судят о нашей общей ответственности перед природой уже не как дилетанты. В деле экологии и улучшения экологического состояния на Земле роль каждого человека очень важна. И очень часто действия любого человека могут в конечном итоге отразиться на экологической ситуации на всей планете. Поэтому очень важно каждому человеку каждый день обращать внимание на то, что он делает для сохранения нашей Земли. Василия привела в экологию химия. Сейчас он ищет новые научные методы мониторинга окружающей среды. Ребята помладше в своих школах и домах ведут многомесячные проекты по защите птиц, очищению лесов и парков, пишут стихи, снимают репортажи. Всего номинаций фестиваля 8, но направлений работы намного больше. Главное, чтобы и дети, и взрослые относились к этой работе неравнодушно. Сергей Берзин, Александр Савкин. Информационная программа «День». Работа полицейского, как мы знаем, и опасна, и трудна. В эту профессию приходят только самые смелые, грамотные, уверенные в себе люди. Мытищинская МВД приглашает на работу всех, кто искренне желает сделать наш район спокойным и безопасным. Главное в работе полиции – относиться к своему делу с душой. Без этого сложно справиться с проблемами других людей. Но зато одно раскрытое дело – одна спасенная жизнь дарит множество позитивных эмоций. Сейчас мое обращение, конечно, направлено в первую очередь молодым людям, особенно тем людям, которые заканчивают 11 классов, заканчивают различные профессионально-технические училища, либо техникумы, и стоят на пороге, так скажем, выбора жизненного пути. Дело в том, что служба в полиции, она открывает определенную дорогу, определенное будущее, определенное устойчивое положение. Все-таки это государственная организация. Поэтому весь социальный пакет, предусмотренный трудовым законодательством Российской Федерации, все это присутствует. В настоящее время управлению требуются полицейские патрульно-постовой службы, водители, полицейские кинологи, участковые и полномоченные, оперуполномоченные полиции, дознаватели и следователи. Для сотрудников полиции предусмотрены социальные гарантии, достойная заработная плата от 35 тысяч рублей, бесплатное качественное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток, денежная выплата на приобретение жилья, возможность получения высшего юридического образования бесплатно. Требования к претендентам простые. Это должны быть граждане Российской Федерации, отслужившие в вооруженных силах, возраст от 18 до 35 лет, годные к службе в органах внутренних дел по состоянию здоровья, имеющие образование не ниже среднего. В первую очередь меня интересуют мотивы поступления на службу. Конечно, человека с корыстными мотивами, человека, заранее проявившего какую-то неискренность или специально каким-то должным образом, так скажем, отвечающего на вопросы, да, конечно, к такому человеку возникают вопросы. И это неприемлемо, если в наши ряды проникнут, так скажем, не совсем чистые, не совсем честные люди. Также руководитель кадрового аппарата Матичинской МВД Марина Высоцкая отметила, что самые лучшие защитники – это местные жители, так как они оберегают свою территорию. Это правильно, когда кандидаты, приходящие на службу в тот или иной территориальный орган внутренних дел, это правильно, когда они проживают на этой территории. Почему? Потому что тогда они осознают, что они являются защитниками общественного порядка на своей малой родине, если можно так выразиться. В Матичинском МВД очень дружный коллектив. С новичком рядом всегда окажутся коллеги, которые помогут и подскажут. И в период испытательного срока, и после уже назначения на должность каждому кандидату в обязательном порядке прикрепляется наставник, который объясняет ему и действующее законодательство, и какой-то установленный порядок совершения тех или иных действий, алгоритм действий при различных ситуациях, в том числе экстремальных. По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по адресу город Мытищи, улица Калупакова, дом 15, дробь 2, кабинеты номер 403, 417, 418. Справки по телефону. 8-498-687-22-26, 8-495-586-35-61 и 8-495-583-35-69. При себе иметь документы паспорт, документ об образовании, военный билет, трудовую книжку. Галина Данилова, Светлана Кузнецова, Сергей Власов, информационная программа «День». За прошедшую неделю на территории Мытищинского района было зарегистрировано 713 обращений граждан. Из них 90 – преступления и происшествия. По горячим следам раскрыто 54. Сотрудники полиции предупреждают о том, что в последнее время мошенники активизировались. Они обманывают людей самыми разными способами. 13 мая 2013 года в дежурную часть 1-го отдела полиции Межмуниципальное управление МД России и Мытищинское поступило сообщение от 38-летнего жителя города Сергий Впасад, работающего в городе Мытище. В своем заявлении он указал, что ему на телефон пришло СМС-сообщение, номер телефона, первые цифры которого совпадали с номером Сбербанка. В данном сообщении содержалась следующая информация, что ваша банковская карта заблокирована и указан телефон, по которому необходимо позвонить для уточнения данных. Потерпевший был полностью уверен, что данное сообщение пришло у сотрудников Сбербанка и позвонил по указанному номеру. Там ему сказали, что в течение часа необходимо подойти в ближайший банкомат и позвонить еще раз. Когда потерпевший подошел к банкомату, ему продиктовали алгоритм действий, которые было необходимо провести с банковской картой, после чего он обнаружил, что с его счета было снято 129 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренной. Частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Уважаемые жители Матишинского муниципального района, будьте бдители, не доверяйте звонкам и СМС-сообщениям, в которых вас просят произвести какие-либо действия с вашей банковской картой или сообщить информацию о себе. В случае возникновения подобных ситуаций следует обратиться в ближайшее отделение банка или позвонить на горячую линию, телефон которой указан на вашей банковской карте. Для обращения в общественный совет необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Для подачи жалобы также необходимы документы, подтверждающие факт обращения в органы внутренних дел или в прокуратуру. МЧС предупреждает. Вызовите пожарных. Своевременно эвакуируйтесь. Вы можете погибнуть. Сохрани себе жизнь. Каждый год в конце мая пять многодетных семей выходят на старт соревнований «Папа, мама, я. Дружная семья». Место для праздника самое подходящее. Стадион для пряжных видов спорта в городском парке. Песок как магнит притягивает и детей, и взрослых. Физкультурно-спортивный праздник «Папа, мама, я. Дружная семья» задумывался как решение проблемы досуга многодетных семей. Игры и соревнования нужны детям и их родителям для семейной гармонии. В наше время многодетных семей не очень много. Многие родители опасаются, что из-за финансовых и жилищных проблем не смогут обеспечить достойную жизнь своим детям. Но... Многодетные смотрят на этот вопрос гораздо проще, чем те, которые им задаются просто. На праздник многодетных семей приходят, чтобы окунуться в атмосферу той самой семейной гармонии, без которой нельзя победить ни дома, ни на спортивной площадке. В защите, естественно, папы и мамы, а нападающих выводим нашего сына Гошу. Праздник, посвященный Международному дню семьи, это своеобразный слет многодетных семей. Хотелось бы, чтобы их с каждым годом становилось все больше, несмотря ни на какие трудности. Но... На спортивном празднике победили все его участники. Семьи Виноградовых, Ли, Шпилевых, Паничевых и Шигаян. Сергей Берзин, Алексей Илюшин, информационная программа «День». Сотрудники Ледового дворца арена Мутищи люди спортивные. В этом наша съемочная группа убедилась, побывав на их корпоративном мероприятии, которое проходило в бассейне Бригантина. Три команды боролись за звание лучших пловцов. С подробностями Татьяна Захарова. Любые спортивные соревнования для коллектива Ледового дворца арена Мутищи мероприятия семейные. В них принимают участие не только сотрудники, но и их родственники. Цель проведения спартакиад очевидна. Здоровый образ жизни и уделяем внимание членов семьи, чтобы у нас был хороший, добрый коллектив в арене Мутищи. В бассейне Бригантина свои плавательные навыки показывали три команды. Быстрый олень, снежные короли и спецы. Участники были настроены только на победу. У команды боевой настрой, у нас хорошая команда, мы рассчитываем только на победу. Настрой у нас у всей нашей команды только боевой. Плавание нам очень интересно, будем бороться. Я думаю, что первое место будет за нами. Для команд подготовили две программы спортивную стафету «Веселые старты». Первое – это плавание на время. Дистанция для женщин 25 метров, для мужчин – 50. «Веселые старты» состояли из трех соревнований «Быстрый мяч», «Поразить цель» и «Крейсерские гонки». Последние оказались наиболее зрелищными. С общим командным счетом победил «Быстрый олень». Всех участников наградили грамотами и подарками. Татьяна Захарова, Александр Савкин, информационная программа «День». На этом выпуск подошел к концу. Нас также можно смотреть в онлайн-эфире на сайте www.tvmy.ru. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова